доброго времени суток хотел рассказать о том как выбрать себе android смартфон сейчас основные игроки на рынке это samsung htc если вы сдаетесь выбором о покупке нового android смартфона я считаю первым надо посмотреть на эти смартфон от этих производителей критериями я считаю основными должны быть экран аккумулятор камера железо софт и соответственно софт входит на отстройки материалы корпуса motorola делать неплохие смартфоны но с единственной оговоркой нету поддержки в россии нет русского языка и тем кто плохо знает английский эти смартфоны не подойдут также нету авторизированных сервисов по ремонту motorola то есть обмен будет происходить от лица магазина все мои слова это мое сугубо личное мнение и я надеюсь ругаться сильно не будете на них вот есть если брать себе смартфон я бы не стал смотреть на какие-то старые флагманы я бы выбрал если например бюджетная модель да то есть грубо есть 10 тысяч я бы не стал брать galaxy s 1 я бы взял galaxy ace ace 2 да посмотрим что есть вот как бы три категории девайсов вот на 10 14 и там 20 тысяч рублей если что-то брать дорогое это galaxy s 3 безоговорочно отличный девайс большим временем работать 4 андроидом отличной камерой сенсором из iphone 4s он ну среди моментов но очень качественный оптику делает sony причем к нему если 14 15 тысяч я бы взял galaxy s 2 тоже 4 android очень неплохая камера вот ход ли хороший 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 экран вот и если брать бюджетную модель это galaxy ace объясню почему на нем установлен неплохой видео ускоритель экран 38 480 800 спелая с матрицей 768 мегабайт оперативки это не 512 как было либо galaxy r это так сказать не до galaxy s 2 в принципе тоже неплохой девайс у него единственный мало прошивок но у него приятный корпус вообще так сказать смотрится он достаточно достаточно дорого видел живую вот трогал как бы это не звучало странно очень неплохой девайс если совсем денег нету то надо брать первый galaxy s я иначе пользоваться этим аппаратом ну простенькая такой вот простенький совсем аппарат но он неплохой это если выбирать аппарат от самсунга вот в принципе софт весь встроенный ничего то есть видео проигрыватели календарь и калькулятор какие-то заметки там эти мемы galaxy note это очень нишевой продукт то есть такой продукт для гиков и его я не скажу что буду кому-то не рекомендовать рекомендовать у меня был galaxy note отличный девайс но реально кому нужна такая лопата там тот его и купит далее перейдем к ищите все вычтеси камера хуже я это говорю не просто так есть большое количество обзоров сравнительных фотографий в htc one x хуже камеры чем galaxy s3 по скорости одно и то же но качество все-таки хуже это неразительная разница но это заметно вот если брать топовую модель я бы выбирал между ванны с и ванны x мне ванны с больше симпатизируют ввиду больше значит больше времени работы и отличного виде ускорителя древний весь 25 сейчас я объясню еще почему он дольше работает потому что экран меньше 43 ванны x против 4 ван с дюймов но ван с используется amoled матрица на менее энергозатратная соответственно и она меньше физически по размеру соответственно меньше ест эти 150 миллиампер часов она спокойно компенсирует двухъядерный процессор фотографирует он с той же скорость что ван x поэтому и он более компактный я бы взял у нас если денег нет соответственно дизер в а если совсем денег нету то дизаер с я бы не брал его 3d например а потому что вот этот всякий кто-то просто рекламирует их 3d эффекты я смотрел за просто полный кошмар ну есть есть люди кого кому это нравится и не отрицаю выглядит прикольно но мне например лишние только мешают дизайры ждем не стал брать ввиду того что там аккумулятор на 1000 по моему 200 миллиампер часов это просто кошмар либо htc sensation но это уже не так дешево вот дизаер с в принципе очень неплохой девайс с неплохими показателями одиннадцатого года устройство с ним 512 768 оперативки средненьким видео ускорителем супер осаде экраном в принципе неплохо на это за эти деньги которые сейчас можно найти на авито это отличный девайс вот далее перейдем к устройствам от sony sony ericsson я не хочу рассматривать я не скажу что это плохие устройства я пользовался арком и rks материал корпуса ужасно стирается chrome очень царапается причем царапается сильнее чем даже первая galaxy с глянцевой крышкой софт до среднем уровне но sony всегда уже теперь sony выигрывали за счет хорошей камеры да если брать дорогую модель от xperia с средненькая батарейка для значит флагмана отличная камера 4 android отличный экран дальше xperia и если денег чуть меньше xperia young you то есть если вот совсем денег нету старой модели то есть sony ericsson я бы не советовал брать поддержки никакой нету уже модели устаревшие так сказать вот решать вам если вам нужна хорошая камера лучше брать sony ericsson если вам нужно все что было максимальном уровне galaxy s3 либо 1x либо 1s либо galaxy s2 это в зависимости от бюджета зависимости от предпочтения сенсы или тачвиза вот в любом случае все можно удалить переустановить и так далее есть кастом на прошивке кому хочется аппарату отличную из коробки и samsung htc готовы это предоставить то есть если покупать в принципе эти девайсы будут из коробки уже уже хороши собой китайцев то есть вот huawei это одна из самых крупных китайских компаний я не пользовался честно не могу ничего сказать но все как большинство людей с подозрением отношусь китайской продукции вот я видел несколько android смартфонов китайских одни были просто ужасно бесконечными вылетами лагами и так далее были некоторые достаточно прилично признать там за свои деньги они были ничего но это не для всех эти девайсы вот китайский девайс отличаются тем что без настройки они будут трудны в использовании есть еще асер и panasonic у них есть по несколько android смартфонов они все бюджетные них слабые камеры слабый софт я бы их не рекомендовал lg сейчас вроде как пытаются наладить свои продажи смартфонов в принципе линейка или пока это бюджетные варианты и не надо будет посмотреть на даже начать на тоже чем окажется optimus 4x должен быть по идее неплохой моделью они переработали интерфейс вроде добавили какой-то софт но пока ничего сказать не могу пока конкуренты топовые только one x и galaxy s3 могу сказать о две вещи что galaxy s3 дольше работает чем one x и обладает большей лучшей камерой но например сенсу уступает самсунговский софт то есть в плане как оболочка он конечно уступает почти все всегда всегда старались выделиться своим сенсом поэтому вам решать что брать я никак не хочу не хвалить ни того ни другого очень две серьезные компании у каждого есть свои фанаты поклонники на lg и huawei я бы конечно не не стал смотреть я бы смотря на стал смотреть на sony samsung htc только вот и на sony ericsson я бы даже не стал смотреть и бы это уже устаревшие модели на рынке также надо смотреть на то как обновляются аппараты вот как быстро приходят обновления вообще я не мне не нравится честно говоря ни один девайс не там мне нравится только соответственно nexus и вот сейчас объясню почему nexus это девайсы без каких-либо надписей на передней стороне потому что их делать google и не не какой-то свой дизайн и они обладают что самое важное чистым android без настроек то есть аосп версии есть свои плюсы в нем единственное чем плохо например тот же nexus в плане софта он достаточно пустоватый то есть samsung htc напичкают свои смартфоны намного больше софтом чем google google считает что стандартный софт который вшит в android его достаточно для работы это единственная проблема то есть надо все таки скачивать какое-то дополнительное дополнительный софт после этого конечно очень приятно пользоваться нам нужны какие-то заморочки вот кому это надо не надо я еще номер на ксс отличного аппарата на свои деньги которые сейчас продается до авито вот с hd экраном камерой нулевом с нулевым пуском затвора без затворные моментально делать снимки да и батарейки среднем уровне на 1750 миллиампер часов в принципе живет два дня вообще в легкую вот при средней нагрузке так что вот такой вот аппарат сейчас еще выйдет nexus 7 планшет тоже будет соответственно аппаратом таким для гиков вот с очень быстрым но голым андроидом так что исходя из этих параметров как таких как экран материала корпуса софт выбирайте себе android смартфон не смотрите на старый смартфон смотрите на новые у них будет дольше поддержкой они сделаны уже сейчас более качественно чем старые варианты потому что все-таки компании развиваются они растут они смотрят на то что они сделали раньше что было плохо и много смартфона не повторяет ошибок вы пытается не повторить того чтобы не надо 100 миллионов раз спрашивать что там плохо заходите на яндекс маркет смотрите отзывы смотрите смотрите лучше на негативные комментарии смотрите если повторяется одна и та же проблему в комментариях значит значит она реально есть и думайте нужен ли вам смартфон с этим недостатком или не нужно вот выборе планшета примерно все то же самое но момент такой что брать планшет с android ниже 4 а сейчас уже есть 41 пока недоступны ни на чем кроме next 7 короче без аиска им сэндвича планшет это просто кошмар я пользовался иконей 500 и у меня сейчас став 10 3 2 3 1 android это кошмар полный это жуткие лаги тормоза вот 4 android выбор планшета должен по крайней мере начинается система установлена на нем я думаю камеры камеры это вторичная вот важно важен софт android и так сказать железо экран соответственно потому что это одна из это самая большая часть планшете вот уже из этих параметров надо исходить и думать какое но соответственно не чтите на рынке планшетов сейчас не играет выбирать надо между самсунгом причем табами вторыми между самсунгом asus он который делает более дорогие топовые девайсы и айсером айсер сейчас неплохо взялся за рынок android планшетов например на смартфонах у них не удалось них построить свою какую-то вот некой систему смартфонов андроидовских а вот планшеты у них получились и очень даже неплохие вот так что читайте комментарии читайте обзоры есть такие сайт как mobile review внимательно все читаете выносите себя не надо 150 раз спрашивает там свет умные люди которые неплохо расписывают плюсы и минусы девайсов вот читайте читайте там читаете отзывы на яндекс маркете вот и уже из этого сравнивайте на dvdb.ru здесь отлично есть такой механизм сравнения то есть можно взять два аппарата и легко их между собой сравнивать то есть вот например взять galaxy s 2 сейчас одну секунду найду его списке вот пишем сравнить потом например возьмем htc возьмем htc с вот и можно будет сравнить два девайса вот вы мы сразу видим вот например 4 android одинаковые батарейки размером чуть-чуть one x one s чуть чуть более вытянутый но более тонкий вес примерно одинаковый двухъядерные процессора смотрим средства связи экрана одинаковая чуть чуть больше экран one s и обладает большим разрешением но например здесь более экономичный экран видеоскорители примерно одинаковый по производительности схожие камеры вот ну и в общем смотрите оцениваете и уже из этих вещей делать заключение какой смартфон себе взять вот всем спасибо за внимание до следующих обзоров